Музыка 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 О, Лека, привет! Это что, одна? О, привет, это одна! Ой! Ого, что ты такая высокая? Капукин отгонял! Ты что, хочешь быть Вышивали Нитиной ванной? Да, тебе что, нравится? Не, ну ты выглядишь как тетка какая-либо Ты ничего не понимаешь Ладно, ты принесла? Да, да, ну так доставай Давай постельку! Не нужно, бачка красивая Но, стиль он все-таки кабуки Ой, нормальные кабуки Музыка, снарядная Только так, хорошо Я лежу, а Музыка 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 Ну, да, ты же как курица лапой пишешь Хорошо, ладно, я напишу Нет, а бабочки реально очень красивые Конечно красивые Я их целый час убирала Да умничка, умничка Видно, что старалась Всё Музыка 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 Да, Лерка, могла бы и получше написать. Вообще непонятно, что там написано. Знаешь что, если что-то не нравится, иди сама напиши. Нет, не хочу. О, видишь. Ничего, я сейчас наведу, и будет все нормально. Ну вот, смотри, видишь, уже так лучше. Нет, Лера, не лучше. Лучше возьми мяуки разноцветные и отведи. Может, так хоть что-то исправишь. Ладно, сама вернусь, что плохо получилось. Лера, без меня у тебя ничего не получается. Давай я тебе помогу. Ну давай, давай. Так. Семенка, мы зеленые. Так, нужно побольше завертушек вот этих. Делаем буквы больше. Ну так делай свои завертушек. Сейчас сделаю. Вот это у тебя завертушек. Ну, по крайней мере, лучше, чем вот это. Лучше, ты мне вообще не выходила и не помогала. Молчи. Лап, подожди. Ботан, давай быстрее. Здорово. Привет. Как тебе букетик, красивый? Вау. Ага. Какая бочья коровка. Великолепная. Ботан, это пластмасса. Великолепная божья коровка, да? В смысле, это, конечно, отдельный вид. А, ботан, это пластмасса. А бультика настоящая. Угу, необычная божья коровка. А так, ну, так бультик, красивый для меня. Вот видишь, Лера, пришел в профессионал и все красиво сделал. А не то, что у тебя. Кстати, вот сейчас сердечко дорисую, и все готово. Аня, опять твое сердечко, только о любви и думаешь. Ну, а что, может, у меня сегодня будет новое отношение. С кем? С ботаном? Ну, и, возможно, с ботаном. Капец, Аня. А что смешного? Всем привет, пищенки. Привет. Ого, Господь, отграсили. Я, конечно. Прикольно. Отграсили. А что, с ботаном слабо? Ты же турочка тяжелая. А я что слабо. Ладно. Я с имелёй. Не, ну, конечно, мёрка жопая. Вся в тебя. Ну, конечно. А, девочки, я что, дарюсь, когда до сих пор нету? Ботан, она в другой школе. А, блог. В смысле? Ну, вот так. Нет её больше здесь, ботан. Ну, вот так. Ты что? А, точно. Её же в математическую школу перевели. А, ну да, точнее. Ты же забыла. А почему она мне ничего не сказала? Может, я же к ней бы перешёл. Ботан, она от тебя. Что-то ты к ней не приставал. Да ну, неправда. Всё правда, ботан. Вот как раз место свободное. Жених освободился. Дурочка, блин. Слушай, ботан, а давай вместе сеть. Будешь у меня уроки делать, портфель носить, колу покупать. Но то, что я дарюсь, только я, Владос. Влад, а целоваться с Ботаномов тоже будешь? Не, не, Лера, я больше всего не буду, не буду. Да, Влад, глупо у тебя шутки. Ты с даречкой вообще не похож. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Что мы для вас сделали? Молодцы. Как красиво. Павлушка, проходи, девочки, идите по местам. Всем привет. Привет. Малушенька, это наш новый ученик. Мой племянничек. Он нас теперь будет учиться в школе. Павлушка, с кем бы ты хотел сидеть с детьми? С классом. Ну, твоё правило, он не очень хорошо учится. Точно с классом. Да, ничего страшного. Ну ладно, садись, садись. Ой, как красиво. И кто же у нас это такой молодец, кто подарил мне этот прекрасный букет? Валентина Ивановна, это я сделал вам разимый подарок. Очень нравится. Ну вот настоящий осенний букет для любимого учителя. Кстати, а где остальные ученики? Валентина Ивановна, а Дарюся пришла в другую школу. Чего пришлось, это не смешно. Валентина Ивановна, на самом деле, Дарина поехала на море отдыхать с родителями. Так, а почему мне врали? Ну, просто попрекалывался. Ой, Денис, не о любви нужно думать, а о знаниях. Так, я за книжками, за расписанием. А вы начинаете выставать книжки, да? Паш, а как так получилось? Ты что, теперь с нами будешь в классе учиться? Ну да, мы решили у тебя типа жить. Я буду у вас в классе учиться. Ой, ну это круто, конечно. А почему ты не захотел со мной сидеть? Или со мной, например. Вообще-то мы с Ладом просто подружились уже. А, ну я на первой партии не люблю сидеть. Красава, я тоже не люблю. Ну и зря. Денис, слушай, ты уже уже со мной в прошлом году сидела. Иди на место, Дарусика. Так, да не тебе решать. Валентин Ивановна меня сюда посадила. Мне же с Дариной походят. Там ты тоже сидишь на первой партии. Слушай, Батан, действительно, Валик Дарине, а я буду с Лерой сидеть. Я же вам сказал. Валентин Ивановна сама сейчас куда мне садиться. Да смотри, Батан, Батан, ну пересядь туда. Вы будете вместе с Дариной сидеть. Но я же все равно сейчас нет. Какая разница. Давай, давай, садись. А представь, допустим, на твое место, если ты сейчас не пересядешь, он пересядет Паша и все, он заберет твоего Дарусика, и вы больше с Дариной встречаться не будете. Вот ты же не хочешь, чтобы никто твою Дарусичку не забрал. Вот пересаживайся туда. Да, ну да. Ну, Дарина, все равно что там нету, так что я пока здесь посижу. Лерка, а давай Валентину Ивановну попросим, чтобы она нас вместе посадила. Да, хорошая идея. Привет, Валентина Ивановна, мы у нее попросим, как раз у меня сегодня хорошее настроение. А я скажу, что Валентина Ивановна, я буду здесь сидеть. Батан, где делаешь? Слушай, Лер, я придумала. Владос, садись на мое место, а я буду сзади Леры сидеть. И вот как раз мы будем с тобой разговаривать. Аня, блин, что ты придумала? Я еле-еле в вторую парту сел. Поэтому, Аня, нет, я туда не сяду. Ой, Влад, правильно, сиди там, мы и без тебя разберемся. Девочки, что вы мешка делите? Это ж не вам решать. И не тебе тоже. Паш, а как ты учишься? Ты знаешь, по настроению. А вот я двоечник. Как? А тебя как переводят вообще? Мне Валя выделал, а главное. Влад, если бы мы тебе не давали списывать, Валентина Ивановна бы тебе за это оценки хорошие не ставила. Ну да, все помогали. Поэтому, Паш, ты будешь мне тоже помогать? Ну посмотрим. Мне, конечно, не жалко, но... О, Паш, мы решили купить дневник. Короче, здесь нет номерованных страничек, понимаешь? Я могу вырывать странички, чтобы двойка не получилась, чтобы не бать не дал порла. Неплохо, Влад, но у меня два дневника одинаковых. Один для двоек, а один для хороших ценок. О, красава. Я себе тоже такой куплю дневник. А не проще хорошо учиться, чтобы не получать двойки и не бояться родителей? Батан, ты все сказал? Отвернись. Слушай, Паш, пришли выкажать, чтобы играть в Mortal Kombat. Ну не знаю, я же с тетей иду. Ну отпросись. Паша, пойдем лучше в парк погуляем после уроков. Лер, мне же не против, но надо у тети спросить. Ну так спроси, а то начинай с тетей, мамой, бабушкой. Ты должен решать, а не кто-то за тебя. Вообще, я сам все и решаю, но родителей я слушаю. Эта жена, ты какой хороший мальчик. Хороший мальчик, да, но не для тебя. Паш, что ты спроси, хорошо? Родина, напишай. Спасибо. Здравствуйте, извините, я по-моему помог, но я свой классный монетель. Извините, пожалуйста. Не, ну это нормально. Слава богу, что ты не у меня в класс. Слава богу, что ты не у меня в класс. Только вы у меня хорошие дети. Встречила соседа нашего Демьяна. Представляете, сбил меня и все высыпалось. Мне теперь полностью все ваши документы разбирать надо пану. Валентина Ивановна, давайте вам помогать. Валентина Ивановна, это что, Демьяна здесь учится? Судя по всему, здесь раз я его встретила. Лерочка, смотри, желтая в отдельную крючку, голубенькая в другую. Хорошо. Мне хватило этого вашего Демьяна на даче. Еще и здесь. Вот тут еще есть зелененькие? Да, их тоже отдельно. У каждого заведено собственное дело по разному цену. Крути, а где Монг здесь учится? Да, да, офигенно, офигенно. Мы его найдем на перемене, сто процентов. Ага, поигрываем в футбол, в волейбол и много чего. Да, да, тут еще и площадка есть. А, ну да, точнее. Здравствуйте, это восьмой А. Валентина Ивановна? Демьян? Валентина, скажите, хорошо, я теперь с вами в классе буду учиться. А куда мне присаживаться? С чего ты вообще взял, что ты будешь учиться у меня в классе? Ну как, мне же сказали, что это восьмой А. Мне сказали, что я буду учиться в восьмом А. Это он? Да, восьмой А. Димон, Димон, сидись ко мне, Валентина Ивановна, можно он со мной будет сидеть? Пожалуйста. Так, а ну, тишина. Сейчас найду его документы, которые он мне помог раскидать. И узнаю, будет он учиться в моем классе или не будет. Лера, а ну давай просматривай. Ни одного Димьяна мне не попалось. Есть Дмитрий. Это ты? Да, да, это я, просто меня малость папой, Димьяном называли. Я б тебя и не так назвала. Значит так, последняя парта, вот, в этом ряду. Хорошо, Вальдлевана. Вообще-то, в этом ряду, последняя парта. Я тебе сказала, сюда сесть, давай быстро пересаживайся. И ноги так, не клади. О, поближе к окошку. Так, и просто вверх, вот, хорошо. Повезу. Спасибо, Лерочка, садись на место. Теперь я все поняла, какой сосед Дима у нас был. Это значит ты. Ну ничего, у меня в классе не попал лишь. Итак, дети, достаем дневники, будем записывать расписание. Дмитрий, давай, давай, доставай дневничок. Валентина Ивановна, я считаю, дневники детям не нужны. О, поддерживаем. Влад, успокойся. Так, открыли на понедельник, начинаем записывать. География, первый урок. Все записали. Следующий предмет. История. Русский язык. Русская литература. Дмитрий, я тебе советую хотя бы на листочке записать расписание. Долго еще буду ждать. Давай быстрее. Алгебра, геометрия следующая. А повторите еще раз, я не запомню. Некогда не повторять, перепишешь потом у детей. Так, на понедельник мы закончили, переходим к авторнику. Подождите, а что вообще физкультуры нет? Вообще-то физкультура должна быть каждый день. Я с тобой не согласен, должна быть каждый день зоология. Да стиху ты мог. Будет у нас и зоология, и биология, и физкультура будет. И, кстати, с нормативами. О, классно, я это люблю. Вы знаете, какой я спортсмен? Не знаю и знать не хочу. Мне главное, знание в классе. Итак, вторник. Начинаем с алгебры. Знаю, какой спортсмен через забор, Владимир. Записали? О, перемена! Лотос, покажи мне мне столовка. Только угощай. Попробуй, подожди. Попробуй. Вот и начало счастливого учебного Нового Года.